МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Здравствуйте! С вами Ольга Дмитриева. И Полина Толмачева. Вы смотрите Утро на ОТВ. Встречайте новый день с нами. Сегодня в программе вы увидите... Инспекция дошкольных учреждений строительства детских садов в Денцове проверил глава округа Андрей Иванов. Подготовка к лету. Об уборке придомовых территорий муниципалитета шла речь на очередном заседании в окружной администрации. Пасхальные богослужения. Почти 30 тысяч человек посетили традиционные церковные службы в Денцовском округе. Салют Победе. Девятый этап военно-патриотической эстафеты прошел в Назаревском. По местам боевой славы. Автопробег-квест в преддверии открытия кинофестиваля День Победы прошел в Денцовском округе. Первые успехи. Соревнования по плаванию для детей разных возрастных групп состоялись в физкультурно-оздоровительном центре в Денцове. 121 год назад, 18 апреля 1902 года, впервые в мире для опознания преступника применили дактилоскопию. А уже в сентябре этого же года в Великобритании отпечатки пальцев с места преступления впервые использовали как доказательство вины. В России дактилоскопию стали применять 4 года спустя, с 1906 года. Какими еще интересными и значимыми историческими событиями запомнилось 18 апреля, узнаем из нашей рубрики. Сто лет назад, 18 апреля 1923 года, в СССР появилось московское спортивное общество «Динамо». Создавалось оно для предоставления возможности занятий спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка. На протяжении всей истории существования общества его полное официальное название менялось несколько раз, однако краткое «Динамо никогда». А знаменитая «Динамовская эмблема» появилась в 1926 году. Сегодня, 18 апреля, Международный день памятников и исторических мест. Девизом этого дня стали слова «Сохраним нашу историческую родину». Также он известен как «День всемирного наследия». Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечения внимания общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Всемирный день радиолюбителя тоже отмечают сегодня. 18 апреля 1925 года в Париже основали Международный союз радиолюбителей, а его членами сегодня являются представители более 160 стран мира. 18 апреля родился советский актер театра и кино, народный артист СССР Георгий Витцин. В сердцах зрителей он навсегда останется трусом из легендарной гайдаевской тройки комических персонажей, где его партнерами были Юрий Никулин и Евгений Маргунов. Также в числе сегодняшних именинниц не менее любимая публика и народная артистка РСФСР Светлана Немоляева и дочь генерального секретаря ЦК КПСС Галина Брежнева. Между прочим, у нас в округе тоже происходит немало интересного. Это точно. В Одинцове строительство детских садов осмотрел глава округа Андрей Иванов. Готовность дошкольного учреждения на улице Маршала Бирюзова составляет 40%. Здание рассчитано на 170 воспитанников и возводится в рамках комплексного развития территории без привлечения бюджетных средств. Детский сад на Кутузовской рассчитан на 400 мест, и его открытие запланировано на осень текущего года. В новом детском саду на 170 мест в жилом квартале Одинград разместят 9 групповых многофункциональных помещений, залы для занятий музыкой, физкультурой и медицинский пункт, отвечающий самым современным стандартам. Проект трехэтажного здания отмечен Союзом архитекторов России. Сад необычной формы. Сад получил премию в 2018 году. Как вы видите, у него круглый радиусный фасад. Не так много подрядчиков можно найти, которые могут выполнить фасад радиусной формы. Плюс у нас увеличенное стекление. Общая готовность дошкольного учреждения составляет 40%. Уже завершены монолитные работы, кладка стен, сделана кровля. Сейчас обустраивают внутренние инженерные системы. Начинают отделку фасада и к концу апреля перейдут к остеклению здания. Окончание строительства намечено на третий квартал текущего года. А первые малыши в него пойдут уже в начале 2024-го. Также для детей предусмотрена большая благоустроенная территория. У нас просто обычно чем отличается, но особо будет экспертиза, это коммерческая. Мы делаем с запасами земельных участков. Не только веранды, но и спортивные маленькие объекты. И площадки, у нас там аренжуреи где-то помещаются. В рамках проекта «Единой России. Новая школа» осмотрели еще один важный объект для жителей Одинцова. Дошкольное учреждение на 400 воспитанников Трехгорки. Пока в густонаселенном микрорайоне мест хватает не всем. И жители ждут окончания строительства детского сада с нетерпением. Очень рады, что строят новый детский садик, потому что детей в нашем районе очень много. И мест действительно не хватает. Все стоят в очереди. Кто-то не успевает даже пройти в садик, уже идет школа. Поэтому садик необходим. В рамках инспекции глава округа пообщался с жителями и выслушал их замечания. Ведь масштабное строительство подчас вносит определенный дискомфорт для горожан. В том числе наблюдается грязь рядом со стройплощадкой и закрыт проход по тротуару. Жители прекрасно наблюдают, как ведутся работы и не понимают, когда они закончатся. Потому что неделями там, кроме разрытого котлована, ничего нет. Глава округа поручил в кратчайшие сроки решить данную проблему, а также скорректировать график уборки территории. Можно будет договориться с жителями обрать машину. Мы тогда произведем смет и присосим все, пыли отсюда, строители. Потом будем поддерживать регулярные мойки. В остальном строительные работы идут по графику. Готовность объекта составляет 38%. Скоро здесь проведут и комплексное благоустройство. Установят систему безопасный регион, освещение. Планируется, что уже этой осенью садик откроет двери для своих воспитанников. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Уборку придомовых территорий, покраску ограждений, мойку контейнерных площадок и другие виды работ проводят сотрудники жилищно-коммунального хозяйства в рамках подготовки округа к весенне-летнему периоду. Нюансы этих работ обсудили на еженедельном совещании главы муниципалитета Андрея Иванова в окружной администрации. Опиловка деревьев, спил сухостоя, прогребание газонов, уборка мусора и ремонт элементов детских игровых площадок и малых архитектурных форм. Содержание придомовых территорий, многоквартирных домов в рамках подготовки к весенне-летнему периоду обсудили на еженедельном совещании главы муниципалитета. В округе 67 управляющих компаний, которые активно включены в уборку территорий. В данных организациях находится 810 дворников и 52 единицы различной уборочной техники. Как и все жители Одинцовского округа, управляющие компании проводят субботники. Для этого приглашаются жители, через подъездные стенды развешиваются объявления, через домовые чаты. В течение месяца сотрудники коммунальных служб будут окрашивать и ремонтировать урны, лавочки и ограждения. Задача – привести в порядок территорию округа к майским праздникам. Прошу всех максимально включиться в весеннюю уборку заместителей, начальников территориальных управлений, руководителей наших служб и предприятий, управляющих компаний и сотрудников надзорных органов. Повторю еще раз, наша задача – мобилизовать все силы, чтобы каждый на своем участке четко знал, что он делает и какие перед ним стоят конкретные задачи. К уборке придомовых территорий в рамках субботников смогут присоединиться и все неравнодушные жители округа. Управляющие компании определят место проведения работ и выдадут инвентарь. Субботники состоятся 22 и 28 апреля. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Оформить право собственности на землю под строениями смогут владельцы гаражей и других построек, расположенных вблизи железнодорожных путей в Подмосковье. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. Подмосковье завоевало первое место в номинации «Коммунальное хозяйство» национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город», которое состоялось в Красноярске. На премию было представлено свыше 200 проектов из 51 субъекта России. В финал отобрали более 100 решений, которые могут быть применены и масштабированы по всей стране. Кроме того, наша делегация привезла из Красноярска золотой диплом за лучшее цифровое решение по выдаче технических условий на присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций. Два серебряных диплома и один бронзовый. А портал «Добродел» получил специальный приз в номинации «Обратная связь» за лучшее цифровое решение для коммуникации с жителями. В Подмосковье проходит голосование за выбор объектов по строительству наружного и архитектурно-художественного освещения на 2024-2027 годы. На сегодняшний день на портале «Добродел» оставили свои голоса уже более 20 тысяч человек. Кроме того, они написали свыше 21 тысячи комментариев. Свой голос за объект освещения может оставить любой житель Подмосковья. Голосование продлится до 1 мая. С начала апреля на землях лесного фонда Московской области зафиксировано 12 пожаров. На тушении лесных пожаров были задействованы 59 единиц техники и 132 человека личного состава лесопожарных служб. Возгорания локализованы и ликвидированы в день обнаружения. Угрозы объектам экономики и населенным пунктам нет, отметили лесные спасатели. Однако отметили, что основная причина всех пожаров – неосторожные действия человека с огнем. Почти 30 тысяч человек посетили традиционные пасхальные богослужения в Одинцовском округе. В главном храме Вооруженных сил России крестный ход возглавил митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и Всеруссии Феогност. А в Георгиевский храм из Иерусалима привезли благодатный огонь. В Одинцовском округе отметили самый почитаемый православный праздник – Пасху Христову. Торжественное богослужение в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации объединило под сводами собора верующих военнослужащих, гражданский персонал и прихожан. Крестный ход возглавил митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и Всеруссии Феогност. Это уже третья пасхальная служба с момента возведения храма. Но сейчас, в это непростое для России время, вера должна быть особенно крепкой, подчеркнул ключарь храма отец Александр. Сейчас, когда идет война добра и зла, прежде всего в душе каждого человека, я не говорю, что происходит на земном шаре, а именно в душе каждого человека. Если человек живет с Богом, то зло обязательно будет побеждено. В Георгиевский храм в Одинцове на службу также пришли целыми семьями. Многие прихожане приехали из других городов. По случаю Светлой Пасхи сюда привезли благодатный огонь, который сошел в Иерусалиме. Сегодня особенно радостно, что этот Святой Огонь присутствует и в нашем соборе, на нашем богослужении. И все верующие и молящиеся люди могут прийти и взять его и принести в свои дома. Христос воскресе! Пасхальную ночь службы в храмах округа посетили почти 30 тысяч человек. Для удобства верующих был изменен график движения общественного транспорта. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Военно-патриотическая эстафета «Салют Победе», посвященная городу-герою Мурманску, прошла в Назаревском. После памятного мероприятия символы Победы передали теруправлению «Звениград». Репортаж Екатерины Крамор. По официальным данным, вражеские самолеты сбросили 180 тысяч бомб. По числу ударов город уступает лишь в Талинград. Вражеское вторжение в Мурманск началось 29 июня 1941 года. Именно тогда финско-немецкие войска перешли в наступление по всему фронту от Баренцева моря до Финского залива. Но попытка захвата провалилась. Уже позднее, в сентябре этого же года, фашисты совершили вторую операцию, чтобы прорваться к городу. И вновь потерпели неудачу. Были отброшены за реку Большая Западная Лица. На рубеже этой реки проходила линия фронта до октября 1944 года. Сегодня мы как раз-таки говорим о городе-герое Мурманске, о ветеранах Великой Отечественной войны. Мы должны узнать, как же было тяжело во время зимы, суровой, выживать людям в такой трудной жизненной ситуации. И мы победили фашизм. В зале почетные гости, одинцовские активисты «Единой России» – школьники. В этот день воспитанники Назаревской школы совместно с местным культурно-досуговым центром представили насыщенную программу мероприятия. Военно-патриотическая эстафета «Салют Победе» уже девятый год проходит в округе и объединяет всех жителей. Во-первых, хочу сказать большое спасибо Андрею Робертовичу, что он создал, придумал такой прекрасный проект, как эстафета «Салют Победе», потому что сейчас это вообще как никогда важно. Он объединяет поколения, маленькие наши дети, ученики школ, они узнают о войне, о героях войны. Знамя Победы, медаль за оборону советского Заполярья и морскую офицерскую фуражку времен Великой Отечественной передали эстеруправление «Назаревское» в Звенигород, где жители также смогут подробно изучить подвиг города-героя Мурманска. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Я была на нескольких мероприятиях «Салют Победе». Какие постановки, танцы и песни готовят творческие коллективы? Трогательно до слез. Да, сейчас патриотическому воспитанию уделяется очень большое количество времени, но давай сейчас перейдем к насущным новостям. Более 23 миллионов квадратных метров асфальта заменят в Москве. В столице начали ремонтировать дороги. Самые масштабные работы пройдут на Каширском и Сколковском шоссе, улицах Профсоюзная, Нижегородская и Беговая. В проспекте Вернадского, Краснопресненской и Бережковской набережных, а также в Лефортовском тоннеле. О других новостях Москвы вы узнаете далее в нашей рубрике. Многоярусный ландшафтный парк появится на территории офисного центра в Москве. Авторы архитектуры нового офисного центра на 1-й магистральной улице 29 разработали концептуальное благоустройство дворовой территории комплекса. По периметру парка высадят крупные многолетние растения, включая европейские липы. Они защитят территорию от шума и пыли. В центральной части ландшафтного парка будут размещены растения разной высоты и типов, которые сформируют уединенные зоны. Кроме того, специалисты установят скамьи и создадут места для общения. Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона. Отопление отключают поэтапно в течение пяти дней. Это коснется более 74 тысяч зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Сначала отключения пройдут на промышленных и административных объектах, затем в жилых домах, школах, детских, дошкольных и лечебных учреждениях. После отключения отопления в полном объеме начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду. Москвичам пообещали до 22 градусов тепла в конце недели. Воскресенье 23 апреля станет самым теплым днем в столице на этой неделе. При этом уже с начала недели температура в столице будет выше нормы. Прогнозируется переменная облачность практически без осадков. Но синоптики предупредили, что в мае в город придет двухнедельное похолодание. И, по словам метеорологов, такая ситуация является абсолютно нормальной. Далее в программе. По местам боевой славы. Автопробег «Квест» в преддверии открытия кинофестиваля «День Победы» прошел в Одинцовском округе. Первые успехи соревнования по плаванию для детей разных возрастных групп состоялись в физкультурно-оздоровительном центре в Одинцове. Новости онлайн. Выбор общественных территорий для благоустройства в 2024 году и «Лебеди» в Салманове. Эти темы обсуждают в окружных соцсетях. Автопробег «Квест» по местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны, прошел в Одинцове. Все участники получили задания с точками, которые необходимо было отыскать на карте или в навигаторе, и посетить за отведенное время. Среди зрителей была и наша съемочная группа. Станислав всегда интересовался историей Великой Отечественной. Но кроме исторической литературы, ему нравится посещать и места боевой славы. В день автопробега «Квеста» по местам, связанным с событиями 1941-1945 годов, он одним из первых добрался на точку благодаря своему мотоциклу. Перед автопробегом все получили маршрутные книги с заданиями, после чего выбрали точки для посещения. На каждой из них участникам необходимо было ответить на вопросы, за которые получали определенные баллы. Идея родилась достаточно давно. Мы с 2011 года организуем такие пробеги, выезды по знаковым местам. И когда начали готовить фестиваль, второй международный, решили, что будет очень правильно, если мы в преддверии Дня Победы проедем по памятным местам, люди узнают что-то новое. Автопробег «Квест» прошел при поддержке президентского фонда культурных инициатив в рамках второго международного кинофестиваля «День Победы». Финиш и сдача организаторам контрольных листов состоялись в Центре культуры и творчества «Кубинка», где для участников показали фильм из конкурсной программы фестиваля. Победителем стал тот, кто посетил больше всего точек в этот день. Весенние соревнования по плаванию для детей разных возрастных групп прошли физкультурно-оздоровительном центре в Одинцове. Именно с них начинается большой путь многих спортсменов, таких как Надежда Иванова, трехкратная чемпионка мира и Европы. Она работает здесь тренером. О том, как достичь спортивных успехов, Надежда рассказала нашему корреспонденту Полине Баховой. Плавание – один из немногих видов спорта, которым может заниматься буквально каждый. Более того, водные тренировки помогают излечить многие серьезные заболевания. В Одинцовском бассейне, расположенном в физкультурно-оздоровительном центре, тренируются дети с первого класса. Успех при регулярных занятиях ждет всех, уверяет тренер Надежда Иванова. Самое главное – не бояться. И самое главное – вера родителей, что все получится. Мы начинаем с плавания с досочками. Но к середине года дети уже уверенно участвуют в соревнованиях. Плавут один бассейн на спине. Сейчас на старые соревнования детки поплывут один бассейн вольным стиле на животе. Когда-то Надежда и сама пришла именно сюда маленькой девочкой. Здесь отрабатывались первые навыки, были первые победы и разочарования. Плавали утром, встречались в 5.30. И до сих пор каждый день в 5.30. Мой тренер Александр Михайлович сидит здесь. И когда ты приходишь в притык, он уже говорит, нет, это поздно. Нужно приходить заранее, готовиться, настраиваться на тренировку. Тренировки не прошли зря. Сегодня Надежда Иванова – чемпионка России, Европы и мира. Ее рекорд на полторы тысячи метров в моноласте держится до сих пор. Теперь она передает свое мастерство подрастающему поколению. Эти малыши только начинают состязаться. Ведь соревнования – неотъемлемая часть тренировочного процесса. Ну, потому что это соревновательный опыт. С каждым годом он нарастает. Чем старше ребенок, тем старше стартовать, если у них не было практики. То есть начинать надо уже сейчас. Маленькая Ева занимается совсем недавно, но уже уверенно преодолевает дистанцию. Говорит, тренировки расслабляют. Но надо еще многому учиться. Мне плавать нравится. Особенно в пятницу, потому что там прыжки есть. А вот мне надо всегда отрабатывать прыжки. Я хочу руками вниз, но у меня как-то получается, что у меня в первую очередь ноги летят вниз. Подопытным наставничеством тренерского состава школы, которой уже более 20 лет, из этих крошек вырастают настоящие спортсмены и мастера спорта. Здесь главное – перебороть страх и системно тренироваться. И тогда, возможно, через несколько лет они тоже станут мировыми чемпионами. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». В России вдвое сократили траты на строительство дорог. В первом квартале финансирование строительства и модернизации магистральной инфраструктуры, в том числе и железной дорог, снизилось в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом. Сейчас в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» ведется строительство автомагистрали М-12 «Восток», которая свяжет Москву и Казань. Работы идут с опережением графика. О других новостях России расскажем в нашей следующей рубрике. Россиян предупредили об опасных животных в Крыму. Доктор биологических наук, профессор Крымского университета имени Вернадского Сергей Иванов рассказал о разных представителях фауны, просыпающихся весной на полуострове и способных принести серьезные неприятности гражданам, направляющимся на природу. Одно из самых опасных – степная гадюка, которая весной часто греется на солнце прямо на туристических тропах. Она похожа на ужа, но узнать ее можно по треугольной форме головы и раздутым щекам, за которыми прячутся ядовитые железы. Лучше всего просто не приближаться к змее. Поскольку гадюка сама не ищет встречи с человеком, она просто уползет. В России на смену удаленной работе приходит гибридный график. Он предполагает работу как в офисе, так и из дома. Наиболее часто такие условия работодатели готовы предоставлять в сферах IT, интернета, связи, телекоммуникации для программистов и аналитиков. В строительстве и промышленности этот график распространен в меньшей степени, но и там инженером-проектировщиком, дизайнером, архитектором, менеджером по продажам и ряду других специальностей предоставляется возможность работать часть времени из дома. Согласно опросам, некоторые россияне готовы даже меньше получать ради того, чтобы каждый день не ездить в офис. В этом году партия «Единая Россия» проведет диктант Победы не только в России, но и более чем в 40 странах мира. Принять участие в самой масштабной патриотической акции можно будет онлайн или очно, посетив одну из площадок. Отмечается, что в этом году задания диктанта впервые переведут на 6 иностранных языков – китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. Количество площадок диктанта Победы, сейчас их уже более 22 тысяч, выше, чем в предыдущие годы. Мы пробежались по соцсетям нашего округа и собрали актуальную информацию. Самое интересное смотрите в нашей следующей рубрике. Одинцово вошло в масштабную программу по модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Она охватит все проблемные тепловые сети и котельные. Новая программа продлится до 2028 года. За это время заменят в 7,5 раз больше коммунальных сетей, чем за последние 5 лет. Об этом сообщает телеграм-канал «Одинцово оперативно». Стартовало голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году. От нашего округа заявлено 24 адреса. Важно, что в этом голосовании смогут принять участие и подростки с 14 лет, которые определяют то, что для них действительно важно и востребовано. Каждый участник голосования может выбрать одну территорию для благоустройства или проголосовать за дизайн проекта ранее отобранных территорий. Об этом рассказывает в телеграм-канале «Одинцово оперативно». Житель деревни Салманово в Одинцовском округе выпустил лебедей в пруд. Птицы ему подарили на день рождения несколько лет назад, но мужчина решил, что ими должны любоваться все. Для пернатых подготовили специальные плавучие домики, где они могут спрятаться от непогоды или лишнего внимания. Об этом рассказывает телеграм-канал «Про округ». Россия и Евразийский экономический союз планируют активизировать переговоры с Индией по заключению соглашения о свободной торговле. Кроме того, рассматривается вопрос подписания российско-индийского соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Индийский бизнес может извлечь выгоду из российских технологий. О других новостях мира вы узнаете в нашей следующей рубрике. В Испании врачи впервые провели первую в мире полностью роботизированную пересадку легкого. Как отмечается в релизе медучреждения, операция предусматривала использование минимальной инвазивной техники. Кроме того, был создан новый подход к удалению поврежденного легкого и установке нового органа. Операция была проведена 65-летнему мужчине, нуждающемуся в пересадке легкого из-за легочного фиброза. На юго-западе Саудовской Аравии в преддверии традиционного жаркого сезона выпал снег. Жители провинции Аль-Баха публикуют в соцсетях фото и видео лежащего на улицах снега и плавающих кусков льда. Снег приходится убирать снегоуборочными машинами. Кроме того, на регион обрушились сильные дожди и ветер. Из-за непогоды в некоторых провинциях, в частности в Мекке, отменены занятия в учебных заведениях. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе продолжат бушевать стихия. Сильные осадки также ожидаются в соседних Катаре и Кувейте. В Индии нашли алмаз-матрешку. Местная компания, занимающаяся добычей и обработкой алмазов, обнаружила драгоценный камень, внутри которого свободно перемещается еще один драгоценный кристалл. Вес найденного двойного камня, названного «Бьющееся сердце», порядка 0,07 грамма. Первая матрешка была добыта в 2019 году на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате. И, как отмечали тогда специалисты, стала первой подобной находкой за всю историю мировой добычи алмазов. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 12-14 градусов тепла, ночью 7-9 со знаком «плюс». Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60%. Геомагнитное поле спокойное. Полин, ты можешь после услышанного гороскопа изменить планы на день? Только если эти планы меня устраивают, так как от жизни надо брать только лучшее. Гороскоп далее. Овны. Если вы ждали зеленый свет от Вселенной, вот он. Настало время действовать. Отбросьте страхи с помощью зарядки или медитации. Тельцы. Больше проводите время на свежем воздухе или на прогулках с друзьями. Ведь именно это поможет вам привести свои мысли в порядок. Близнецы. Будьте благодарны за процветание, которое наступит, когда вы получите новые знания и создадите новые резервы. Раки. Если сомневаетесь, выбирайте творчество, а не производительность. Нанесите несколько цветов на холст, соорудите что-нибудь необычное или приготовьте себе большую порцию вкусного блюда. Львы. Пришло время разобраться в себе и освободиться от бремени прошлого. Возможно, вам не удастся существенно обновить свое физическое пространство, но изменить один или два элемента вам под силу. Девы. Впереди у вас много интересного. Главное – уделить время всем сферам своей жизни и начать активную подготовку к лету. Весы. Вам понадобилось время, чтобы добраться до текущего момента. Будьте благодарны за путешествие. Именно внутренняя работа привела вас к возможности больше не подстегивать себя за счет страха. Скорпионы. Для вас наступает период, когда вы можете спокойно отдохнуть и найти в себе силы. Отличное время для саморазвития и поиска себя. Стрельцы. Изменения – единственная постоянная и неотъемлемая часть нашего существования. Отпустите устаревшие рамки мышления без сожалений. Пусть произойдет то, что должно произойти. Козероги. Настройтесь на продуктивную неделю. Впереди много интересного, и окружающие смогут удивлять вас каждый день. Водолеи. Ваше подсознание пытается послать вам важное сообщение. Все, что вам нужно сделать – это настроиться. Некоторые из вас могут также направить тех, кто идет по тому же пути, что и вы. Рыбы. Свобода приходит после отбрасывания ограничений. Вы – энергия в ее самой чистой форме. Поэтому позвольте себе превзойти границы, созданные вашим умом. На этом у нас все. С вами была Ольга Дмитриева и Полина Толмачева. Хорошего дня и отличного настроения. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok